И начнем с темы предстоящего спортивного праздника, который наверняка станет главным событием этой субботы. Речь о гонке легенд она соберет в Минске звезд мирового биатлона, завершивших спортивную карьеру. Детали этого международного фестиваля обсудил сегодня президент Александр Лукашенко с героем Беларуси, трехкратной чемпионкой Олимпийских игр, обладательницей хрустального глобуса минувшего биатлонного сезона Дарьей Домбрачевой. Как истинный болельщик, глава государства искренне интересовался тем, как идет подготовка к гонке, интересом к ней со стороны зрителей и другими подробностями. Какими, знает Евгений Горин. 12 сентября в Раубищах соберутся обладатели 20 золотых медалей самых ярких зимних Олимпиад. Начиная с Сараева 1984 года и заканчивая Ванкувером 2010-го. На спортивном фестивале «Гонка. Легенд. Звезды биатлона за мир» зрители увидят таких легенд, как Цвен Фишер, Рико Гросс, Ларс Бергер, Юрий Кашкаров, Алена Зубрилова. Легендарный Сергей Тарасов уже завтра тоже будет в Беларуси. По Олимпийским наградам среди российских биатлонистов с четырьмя медалями уступает лишь Александру Тихонову и Сергею Чепикову. Много времени тренировался у вас. Еще даже начиная, когда я только начинал. Это был 83-й год. Я вот с 83-го года начал ездить в Белоруссию. Я давно в Раубичах уже не был. Ну вот не терпится посмотреть. Я поэтому и взял пораньше билет на завтра. Я вообще хотел, чтобы завтра прилететь и сразу же покататься там. Волнение определенное, конечно, есть, но интересно. Еще одна российская титулованная биатлонистка, обладательница золота из японского нагана Галина Куклева, тоже на чемоданах. Еду я с хорошим настроением, потому что в предвкушении встречи со многими спортсменами, лидерами спорта биатлона. Насколько я знаю, у вас там прошла реконструкция. Мне хотелось бы посмотреть, конечно, насколько это все там еще красивее стало, еще лучше. Спорткомплекс Раубича готовится принять звездных гостей. Лыжероллерная трасса буквально блестит на солнце на стрельбищах от регулированной мишени. Это своеобразный такой симбиоз проведения чемпионата мира, этапов Кубка мира, но среди ветеранов, можно сказать. Те, которые уже в прошлые годы завоевали множество медалей и доказали своим трудом, что они великие спортсмены. Комплекс полностью готов к этому мероприятию. Завтра остались такие шлифовочные моменты. Будут подготовлены также торговые ряды, плюс места для развлечений, для детей, для взрослых. Шесть тысяч билетов разлетелись, как только появились в продаже. Но билеты – это если хочется быть на трибуне. На территорию комплекса Раубича, где будет ярмарка, город мастеров, фестиваль национальных кухонь и не только, вход бесплатный. Билеты были распроданы уже давно. Буквально два дня оргкомитет собирался, обсуждали возможность еще какую-то, чтобы еще дополнительно выпустить билеты. Потому что зрительский интерес очень огромный к этому. И, насколько я знаю, было выпущено еще несколько сотен билетов, которые, по-моему, тоже их уже и нет. Рассчитывает где-то порядка на 10 тысяч посетителей. Элиту мирового биатлона, правда, уже с профессиональным интересом ждет и юниорская сборная Беларуси. Шутка ли сказать, под Минском соберутся самые титулованные спортсмены последних десятилетий. Мастер-класс для чемпионов. Ждем с нетерпением, конечно, посмотреть, поболеть, посмотреть на бывших олимпийских чемпионов, набраться опыта у них. Да, у меня есть кумир – это Ларис Бергер с Норвегии. Потому что мне нравится его техника, прохождение трассы. Троекратная олимпийская чемпионка Дарья Домрыщева – один из организаторов спортивного праздника в Раубичах. Сама на участие в соревнованиях принимать не будет, не может, поскольку действующая спортсменка будет присутствовать в качестве почетного гостя. Всего несколько месяцев назад спортивные успехи олимпийской чемпионки обеспечили Дарье еще и главный трофей биатлонного года – большой хрустальный глобус. Точную копию она сегодня подарила Александру Лукашенко. Я понимаю, ты с глобусом там, да? Да, я там с глобусом. Копия специально подготовленная для вас. Спасибо. Я хотел бы услышать твою оценку подготовки. Нашей подготовки на днях состоится гонка. Да, гонка легенд. Конечно, событие грандиозное, уникальное. Ну, вообще, знаете, хочу сказать, что так как биатлон у нас полюбили в стране, ну, я думаю, что все наши болельщики достойны и заслужили, наверное, такого праздника. Все приехали? Спортсмены? Они приедут на днях. Вот завтра основная масса прилетает, размещается в гостинице, отдыхает, на следующий день выступают в гонке. Конечно, хочется, чтобы все прошло хорошо, и с погодой, чтобы нормально было. Ну, думаю, им понравится всем. Ну, а если дождь? Ну... Лыжероллеры же у вас есть? Лыжероллеры есть, да. Дождя не должно быть? Не должно быть. Ну, надеюсь, что, конечно, все будет и с погодой хорошо, с настроением точно. Ну, и людей будут, полные трибуны. Будут размещены, кстати, два больших экрана на территории перед стадионом, где люди, даже которые приедут, просто захотят, ну, вот это настроение ощутить. Гонку они посмотрят, ну, хоть не прямо на стрельбище, на больших экранах. То есть все будет, я думаю, очень приятно и хорошо. Может, не надо ограничивать людей, пусть они где-то и вдоль трассы побудут. Вдоль трассы, конечно, это все уже у нас заготовлено. То есть, в том-то и дело, что и на трассе уже раскуплены билеты. Главный наш болельщик Дима Губерниев приехал, приезжает. Обещал приехать. То есть, да, все ответственность за настроение возложим на его плечи, да. Говорили о спортивной форме белорусской сборной по биатлону. Но вообще Александр Лукашенко и Дарья Домрачева – давние хорошие друзья. На Минской лыжне до олимпийских наград Дарья выступала в команде главы государства. Сегодняшняя встреча во Дворце независимости была по-дружески теплой. Прошло много времени с нашей последней встречи. И, конечно, президенту было интересно, как вообще обстоят дела сейчас и у меня, и у команды. Хотя он интересуется, конечно, этими вопросами постоянно. Но, наверное, еще раз хотелось убедиться в достоверности его информации. Вот. Ну и вообще вся встреча прошла достаточно хорошо. Настроение было хорошее и у президента. И у меня. Поинтересовался, конечно, состоянием здоровья моим сейчас. Ну, все хорошо, тфу-тфу-тфу. То есть, ну, все прошло достаточно в позитивном ключе. А в Беларуси биатлон – один из приоритетных видов спорта. Развивает его в семи регионах страны. А в Брестской, Гродницкой и Витебской областях проходят местные и республиканские соревнования. Существует более 50 мест подготовки биатлонистов. Раубичи неоднократно принимал международные соревнования по биатлону. А после недавней реконструкции здесь можно проводить даже Олимпийские игры. Евгений Горин, Анастасия Винчо и Валерий Науменко. Телекомпания СТВ.